Путин вчера тоже подвел, в некотором смысле, итоги недели. Итоги дискуссии по поводу выдачи Украине права бить вглубь России американским, британским, французским оружием. Но в этом подведении Путином итогов, которые он делал в форме интервью своему карманному журналисту Зарубелю, был один нюанс. Нюанс этот подметил кто? Правильно, только Шетельман. Никто больше даже не подумал и не заметил этого нюанса важнейшего. Картинка говорила больше, чем слова. Но нюанс в конце, чтобы создать интрижку. Нюанс, конечно, в конце. А начнем, так сказать, с мяса, с сути выступления Путина. Итак, напомню, в чем интрига. Неделю назад на Рамштайн поехал Зеленский и потребовал от Запада разрешить нам бить западным оружием вглубь территории России, чтобы уничтожать аэродромы и склады с боеприпасами. Те пошли совещаться между собой, и действительно, похоже, лед тронулся. Потому что, первое, за эту неделю успел не раз выступить Байден на эту тему, успели выступить министры иностранных дел и обороны Великобритании, успел выступить даже бывший министр обороны Великобритании ШАПС, который потребовал выдвинуть Путину ультиматум. Перестаешь бомбить Украину, или мы даем разрешение бомбить Российскую Федерацию. Приехал к нам Блинкен с рассказами. Блумберг сообщил, что, скорее всего, решение будет принято только начиная с постлиги на Ассамблее ООН, то есть две недели нам еще не будут разрешать. В общем, много по этому поводу есть разных версий и так далее. Россияне, множество россиян, российских таких важных действительно военных преступников высказалось по поводу этого разрешения. Я вчера вам дал целый список, объяснил, что сказал Медведь, что сказал Володин, что сказал даже Караганов, Колобанов, Балабанов и так далее. Дугин даже, Дугин высказался. Все я вчера вам поведал. И только Путин молчал. А, как говорится, молчишь в СНГ, торчишь, как говорит старая поговорка. И Путин молчал, молчал, и вдруг вчера заговорил. У него прямо спросили, так а что типа с разрешением-то? И он говорит, вы знаете, это же, говорит, подмена понятий. Сказал Зарубелю Путину. То есть это такое программное, запланированное интервью. Он говорит, тут подмена понятий. Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием. Или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, то есть решение бить вглубь территории России, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США, Европы в войне в Украине, сказал Путин. Внимание, во-первых, понятно, что он сказал на Украине, даже не мог за ним это повторить. И вот тут стоп, первая проверочка фактологии. В смысле, значит, если американцы разрешат нам бить по Вышнему Волочку, Торжку и другим городам, то это будет означать, что Америка принимает участие в войне в Украине. Подождите, но война тогда будет в России, а не в Украине. То есть это будет напрямую, если уж это и прямое участие НАТО, это прямое участие в войне в России, а не в войне в Украине. Тут уже Путин первый раз запутался в трех соснах своих извилин. Дальше говорит, это их прямое участие, это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией. А если это так, то мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Создаваться. Поляница. Создаваться. Дальше объяснил Путин, мотивировал. Говорит, понимаете, вот эти вооружения очень сложные. Во-первых. Во-вторых, у Украины нет своих спутников, чтобы получать данные разведки о том, что где в России расположено. Поэтому откуда Украина будет знать, где находятся наши аэродромы и склады. А это и получается, американцы будут давать данные. Дальше, говорит, у Украины нет обученных офицеров, чтобы давать полетные задания этим ракетам, там, Storm Shadow или Scalp. А значит, это будут уже британские, американские, французские офицеры это делают. То есть они непосредственно принимают участие в войне, сказал Путин. И вот тут у меня, как говорится, возникла идея. Ну, сказал и сказал. Не, ну типа и. Он же не продолжил свою мысль. Не сказал, и тогда мы применим ядерное оружие, нанесем удар по Вашингтону, объявим войну НАТО. Нет, не объявим. Скажет, ууу, теперь НАТО здесь воюет. И что? Так они уже это говорят. И что это изменит-то? Я думаю, что Байден, послушав эту вчерашнюю речь, вот смотрите, вчера Путин выступил с этой речью, а сегодня пятнадцать тринадцатый, счастливый для нас день, Байден должен принимать решение. Он сегодня встречается с премьер-министром Великобритании и, соответственно, должен принимать решение, скорее всего, сегодня. Я думаю, мы перевели речь Путина. И он такой, а, да, это все? Типа тогда он будет считать, что мы с ним воюем? Я думаю, что Путин много сделал вообще для принятия Западом решения об ударах по территории России. Сначала взял зачем-то 200 ракет у Ирана, чем, собственно, и сподвигнул западников на то, чтобы дать нам это право. Потому что вот это их вывесило по-настоящему. Так вот, теперь нюанс. Да, ну хотя нет, еще смешно. До нюанса сейчас дойду. Очень смешно высказался по поводу, значит, Путина Блинкен, находящихся у нас в Киеве одновременно с Майклом Дугласом. Он сказал, эскалатор здесь Путин. Путин обострил ситуацию поставкой ракет из Ирана. Вот кем уже не обзывали Путина? И хамлом, и баблом, и чем угодно. Но эскалатором, я считаю, что первым его назвал все-таки Блинкен. Мы это ему обязательно запомним. Так вот, в чем нюанс? Нюанс, нюанс. Вспомните картинку, кто видел, как Путин дает интервью Зарубелю? Где он стоит? Он стоит не просто так, не в случайно выбранном месте. Он стоит под аркой генерального штаба, под аркой главного штаба, который находится в городе Санкт-Петербург на Дворцовой площади. Там нет сейчас главного штаба, главный штаб сейчас в Москве. Это историческое здание. Это здание арка генерального штаба времен Российской империи, построенное архитектором, как вы догадываетесь, Джованни Росси. Росси, архитектором Росси. Как его звали? Джованни? Нет. Карл Иванович. Карл Иванович. Карло Ди Джованни Росси. Карло Ди Джованни Росси. Я помню, как в моем ленинградском детстве нас почти каждую неделю возили на какие-нибудь экскурсии по городу. И вот ты должен был запомнить простую вещь. Тебя учитель спрашивал, это кто построил? Ты говоришь, расстреляли. Она говорит, нет. Ты говоришь, Росси. Она говорит, правильно. Или другая показывает. А я только постой. Говоришь, Росси. Она говорит, нет. Она говорит, тогда расстреляли. Потому что все в Ленинграде построено. Либо Росси, либо расстреляли. Других, в общем, архитекторов у санкт-петербуржцев не нашлось. Потому что там были одни крестьяне в тот момент. Вот. Росси и расстреля строили весь город. И вот Росси строил этот самый генеральный штаб. Арку генерального штаба в том числе. Из этой арки открывается вид на Дворцовую площадь, на Александрскую колонну, на Зимний дворец. И вот Путин в этом виде стоял. Но. Вы понимаете, почему он стоял под аркой? Что не где-то еще? Что не в каком-то месте воинской славы? Арку, впрочем, строили, чтобы какие-то солдатки через нее прошли. Догадываетесь, что? Безопасно. Дрон не прилетит. Дрон не прилетит. В этом все дело-то было. То есть. Он уже боится, что по нему прилетит прямо сейчас. Он хотел дать. Они хотели дать картинку, как Путин смело. На улице Санкт-Петербурга дает интервью Зарубелю. Но не могли обеспечить его безопасность. А то ведь с крыши Зимнего дворца, или, дай бог, с Александрского столпа прилетит, значит, дрон. Поэтому он стоял под аркой, чтобы от дронов себя закрыть. То есть, значит, НАТО воюет на двух сторонах, правильно? На нашей стороне, потому что дает дальнобойное оружие для Украины, чтобы бить по территории России. А на стороне России, потому что итальянский архитектор, итальянский архитектор Росси, итальянский, Карл Иванович, Карло Джованни, Карло Ди Джованни Росси, построил эту арку и прячет Путин. То есть, НАТОвский архитектор. Он доверяет только архитекторам из НАТО, а не своим российским. Что-то российским он не поверил. Спрятался в произведения неаполитанского искусства. Да, построено в 1800, в таком 20-м каком-то, не помню, году. По рисункам, кстати, Росси она устроилась. Его тогда уже от кормушки как-то отлепили потихонечку. Тоже ведь история, слушайте, да, ничего не меняется. 200 лет прошло, а ничего не меняется. Откуда Росси взялся в Петербурге? Его родители были там, мама-танцовщица, папа-композитор, балетмейстер. В Париже, в Лондоне жили, но русские олигархи, в лице, естественно, царя и его братьев. Тогда ведь как олигархи были устроены? Вот царь, понятно, как Путин. А олигархат этого младшие братья, двоюродные братья и так далее. Как у Путина все родственнички, правильно? Они выписывали себе, кого могли за бабло купить. И купили родителей Росси себе, чтобы мама танцевала, а папа им, значит, музыцировал. Ну так Росси и вырос, учился в Петершуле и так далее, и так далее. Ну и уже остался сидеть на подсосе у царской семьи. Кстати, когда умер, ему вообще не на что было жить. Потому что когда ты работаешь на бандюганов, оно потом всегда плохо заканчивается. Вот это любой, типа вот, я думаю, что и Познер даже об этом еще успеет узнать, и любой Депардье, и любой, кто там еще не помню, как это звали, Стивен Сигал, который работал на преступный режим. И, подводя итоги по-серьезному насчет оружия, скажу, я думаю, что сбудется прогноз Блумберга, что оружие нам, разрешение бить далеко нам дадут, это раз. Второе, что дадут его через две недели. То есть разрешение бить будет вступать в ступец силы с 25 сентября, когда пройдет открытие Генеральной Ассамблеи, он пройдет встреча больших дяденек, они разъедутся, и в этот день мы можем шмалять по Российской Федерации и Федерации. Что ограничения все равно будут. Слишком много было над этим разговоров. То есть Storm Shadow, значит, не на 500 километров разрешат, а на 250. Атакамсы не самые дальнобойные, а которые на 160 километров. Я думаю, что-то будет вот в этом роде. Да, дадут, нет, ограничено. Да, скоро, но нет, не сейчас. Но за нюанс, я думаю, тот нюанс, который я нашел с Аркой, ведь никто, кроме Штельмана, не нашел. Следует, что сделать? Правильно. Есть у меня еще 516 тысяч нюансов, а осталось 484 тысячи нюансов, чтобы добраться до миллиона подписчиков. Подпишитесь на канал Штельман и поставьте лайк этому видео. Понимаю, что у многих слюнки текут и свичи горят. Все хотят услышать мое мнение о том, заказывал ли все-таки Невзлин Волкова, о чем поет Мария Певчих. И все есть вот этот скандал в благородном семействе ФБК. Кто не знает, кстати, о чем это я сейчас, оставайтесь у экранов, потому что вы не пожалеете. Это главная сенсация русскоязычного сегмента интернета за последние сутки. Это сенсация, от которой даже у меня волосы встают дым. Расскажу, что я про это поводу, по этому поводу думаю. Внимательно я посмотрел это исследование. Расследование ФБК Марии Певчих. Но, но. Сначала все-таки надо о войне. На этой неделе, пожалуй, последние несколько дней главное событие – это контрнаступление россиян в Курской области. Мы о нем мало что знаем. Но, первое, Зелецкий подтвердил, что это контрнаступление действительно существует. Попытка контрнаступления россиян в Курской области. Россияне начали контрнаступательные действия. Это идет по нашему украинскому плану, заявил Зеленский. Тролль высшего уровня. Вот это называется тролль высшего уровня. Как россияне все время говорили, что у них все идет по плану, так теперь у нас спецоперация на территории Курской области идет по плану. И вот пусть теперь россияне гадают и думают, в чем же наш план. Но могу немного успокоить тех, кто опасается за судьбу наших солдат в Курской области. Опасаться есть за что всегда. Это война, это фронт. Но если вы думаете, что у нас там какая-то... Кто-то писал уже, катастрофу, прорвали фронт украинской армии в Курской области. Это звездедежь. Падешь звездежам. Пентагон назвал незначительным наступление россиян в Курской области. То, что Зеленский не стал говорить вслух, то вслух сказала Министерство обороны США. Я думаю, следует ему поверить. То есть да, они там будут пытаться, они рисуют на карте какие-то освобожденные. Опять у них освобожденные территории, только в этот раз это уже действительно их освобожденные территории. Ну, какие-то несколько сел, да. Наверное, мы теперь удерживаем не 104, а 102 села. Возможно. Но остальные просто превращены россиянами в кучу грязи, как они превращают в кучу грязи и обломков бетона наши с вами города. Так они превращают сейчас свои собственные села. Ну и главная новость, на самом деле, успокаивающая меня по поводу Курска, пришла из России сегодня. Российская Генштаб, Министерство обороны сообщают, внимание, российские военные успешно отразили три попытки украинских сил прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежья и Веселая в Курской области. То есть, как бы, на встречных курсах идет война в Курской области. Дорога, как говорится, дорога из Курска в Воронеж, она оказалась дорогой с двусторонним движением. Они наступают, мы наступаем. Я думаю, что акция под названием «Откуси себе немножко России» продолжается и будет продолжена на этой неделе. Кстати, будет забавно, если контрнаступление россиян в Курской области провалится. Тогда у нас будет 1-1 по контрнаступлениям. Нам не удалось контрнаступление на Херсонщине и Запорощине в прошлом году, россиянам не удалось контрнаступление на Курщине в 2024. Ничья 1-1. Сейчас, сейчас, я не буду вас томить, сейчас дойдем и до Марии Певчих с ее песнями о главном. Ха-ха-ха, к Нарковскому и Незлине. Еще вспомню сегодняшнее приключение вчерашнего вечера. Дорогие друзья, кто в Киеве и в области, вы вообще слышали, что вчера было? Вот честно, кто не был, тот будет, кто был, не забудет. У меня вчера возникло ощущение, что, не знаю, что россияне попали в склад боеприпасов, и он сдетонировал сразу весь. А оказалось, это раскат грома. Такой раскат грома, что дом шатался, стекла дрожали. Мне казалось, что все это, вот прямо что взрывается, все вокруг. Как же все-таки, да? Просыпаемся мы, а я, кстати, да, это я днем приспал немножко. Просыпаемся мы, грохочет над полночью. То ли гроза, то ли ехо все еще, к сожалению, не прошедшей войны. А пока у нас война, русская оппозиция занимается баловством, своим любимым делом. Они строят козни друг против друга. Но то, что я услышал вчера, ребята, ну, такого шедевра я не мог себе представить. Я сначала, когда прочитал это где-то, я не поверил своим глазам, что ФБК, вон борьбы с коррупцией, тот самый, который создал Алексей Навальный, ныне покойный, обвинило, создало, вернее, извините, расследовательский фильм сняло, о том, как Леонид Невзлин, а это бывший совладелец ЮКОС вместе с Ходорковским, значит, заказал избиение Леонида Волкова, бывшего директора ФБК, или действующего директора ФБК, что его избили молотком, должны были замотать в тряпочку и на лодке отправить из Риги в Россию и подарить его ФСБ. Тот же, значит, Невзлин еще заказывал, чтобы Навального переводили из тюрьмы в тюрьму, да, еще он заказал, чтобы жену какого-то историка напугали в Аргентине, да, не пугайте, и в Швейцарии, чтобы набросились на какого-то еще чела из ФБК, я забыл уже, Ивана Жданова, который там представлял макет камеры, в которой сидит Мавальный. Я вот это все, когда начал слушать, у меня прямо было, я не знал, что делать. Ну, правда, я не знал, что делать, как на все это реагировали, что вообще, о чем идет речь-то сейчас. Вы это все серьезно? В смысле, Леонид Невзлин очень известный человек. Он уехал из России 20 лет назад, даже больше уже, наверное. Он живет в Израиле с тех пор, гражданин Израиля. Ну, Израиль известная личность. И он помогает Украине, прям сильно, в отличие от ФБК, он-то помогает Украине реально, прям по-настоящему. И вот теперь, значит, да, известно, что на членах ФБК были нападения, это тоже факт. Ну, и все были уверены, абсолютно в мире, все, кто вообще за этим следит, что ФСБшники нападают на ФБКшников. Ну, как бы, логично, да, все. Фонд борьбы с коррупцией проводит расследование, какие-то коррупции, ФБКш, это ФБР, ФБР, Господи, ФСБ на них нападает. Или же олигархи, не знаю, которых они расследуют, на них нападают. Ну, окей, как говорится. Они говорят, нет, это все Невзлин замутил. Я сначала совершенно не собирался смотреть все это видео, но чем дальше я слушал реакции людей, потому что, например, захватило интернет, захватило YouTube. Все, кому не лень, стали обсуждать, делал это Невзлин, не делал это Невзлин. Ходорковский выступил с заявлением, что, типа, в смысле, вы там меня как бы пытаетесь тоже приплести к какому-то делу, вообще что там, с дубу рухнули. Невзлин говорит, я вообще никого никогда никому не заказывал, ответьте вообще, со всей этой чушью. Хотите, вон, в полицию жалуйтесь, пускай она расследует. Но я не выдержал все-таки, ну, думаю, надо быть честным обозревателем. И я пошел и посмотрел этот фильм Марии Певчиха и этого Волкова. Фильм разоблачающий. Я начну издалека. Мне вообще как бы уже давно дико, что есть какая-то группа россиян в Европе, которая занимается разоблачением коррупции в России. Ну, например, они разоблачили коррупцию Суровикина, что он украл кучу денег. И из-за этого Суровикина уволили, и назначили более эффективного генерала, который лучше убивает нас с вами, лучше убивает украинцев, более эффективно разрушает энергоинфраструктуру, более эффективно сносит детские больницы ракетами. Тарш Суровикин, ты часть воровал. Потом они разоблачили Тимура Иванова и гордились. Смотрите, когда арестовали Тимура Иванова, заместитель Шойгу, то фонд борьбы с коррупцией гордился этим, как своим достижением. Вот смотрите, мы расследовали коррупцию Тимура Иванова, и он арестован. То есть да, спасибо, спасибо фонд борьбы с коррупцией, нас теперь будут убивать более эффективно. То есть теперь у нас уже будут украсть ракеты, а не будут производить ракеты. Вот спасибо, хорошо, положите на комод. Поэтому я не пылал любовью никакой к деятельности фонда борьбы с коррупцией, считая абсолютно неуместной борьбу с коррупцией. Мало того, и главный спонсор Димин, Борис Димин тоже выступил в интервью, сказал, я не буду их больше спонсировать, потому что не считаю, что сейчас надо бороться с коррупцией вот в этой Российской Федерации. Но сейчас, как говорится, они превзошли самих себя. Значит, я посмотрел этот, господи, прости, господи, расследование. Вот меня сразу, меня это заранее как бы поражало, до того, как я посмотрел. Ну хорошо, есть люди, занимаются расследованием в области коррупции. Значит, они разбираются, как расследовать коррупцию. Они на это как бы учились, наверное, у них какой-то опыт, их научил Навальный расследовать коррупцию. Логично? Логично. Потом вдруг, это было несколько месяцев назад, Мария Певчих снимает документальный фильм об истории 90-х годов. А она типа историк или кто? А почему она снимает документальный фильм по истории 90-х годов? Она же специалист по коррупции, а не по истории. Уже было странно. Но я подумал, ну ладно, это их российские игрища, пусть балуются, как говорится. Но теперь они проводят расследование того, кто напал на Леонида Волкова в Вильнюсе и кто побил его молотком. Только они, как бы, мне кажется, путают. Это криминальное расследование. Криминальными расследованиями занимается, вообще-то, полиция. И когда они расследуют коррупцию в России, находясь в Литве, то это логично, потому что кто другой будет расследовать коррупцию в России? Полиция Литвы не будет расследовать коррупцию в России. Полиция Швейцарии или Аргентины не будет расследовать коррупцию в России. Этим занимаются они, как общественники. Но если у вас есть уголовное дело в Литве, то есть на вашего человека напали с молотком, то, наверное, это уголовное дело расследует полиция Литвы. Когда на вашего человека напали в Швейцарии, полиция Швейцарии. Напали в Аргентине полиция Аргентины. Это все не пророссийские страны, никоим образом. То есть, если это ФСБ, они выйдут на ФСБ. Если это Невден, они выйдут на Невден. Но вы-то почему решили, что вы следователи. В общем, этот фильм, который я посмотрел, я бы его назвал «Следствие ведут колобки». И вот почему. Я смотреть никому не рекомендую, потому что, божечки мои. Значит, на чем они основываются, эти ребята? Им написал на мейл человек. Причем мейл это просто на сайте. Типа info.fbk.urk. Он написал, у меня там есть какие-то данные, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Они ему позвонили. И он им все это рассказал. Все вот эти истории, что, дескать, вот вы думали, вас ФСБ тут, значит, мочит. А это все Невден. И в качестве доказательств привел скриншоты со своего телефона. Прислал им. Им этого показалось мало. Они говорят, а может какие-нибудь разговоры есть? Он говорит, есть разговоры, записи аудиоразговоров. Но, понимаете, я вам их не пришлю. Хотите, подъезжайте. Давайте где-нибудь встретимся. Я вам дам их послушать. И эти оболтусы поехали, полетели на самолете в Черногорию встречаться с этим типа как ФСБшником. Который, может, и не ФСБшник. Но чувак сказал, что он из ФСБ. Поехали встречаться в Черногории. И, значит, он им дал послушать разговор невзгодно с исполнителем вот этого вот преступления. На телефоне дал послушать. И они это все записали тайно от него. Вот там за столом как бы сидя. В кафе. И это все их доказательства. То есть, внимание. Они обвиняют невзгодно в том, что он, значит, убийца и кровавый тиран и так далее. При этом их доказательства ФСБК это присланные им на телефон скриншоты переписок и аудиозапись, но не аудиозапись разговора невзгодно, нет. Аудиозапись того, как какой-то мутный неизвестный человек в кафе в Черногории им на телефоне включил какую-то аудиозапись и у них там играет музыка, стучат ложки и это самое. И якобы невзгодно там с кем-то разговаривают. Это их доказательства. Вот они с этими доказательствами пойдут сейчас в литовскую полицию. Их там насмех поднимут. Ну, блин, ребята, вообще понимаете, что когда вы показываете... Я работал в суде, Абрамович Березовский, да? Там тоже предъявлялись аудиозаписи. Так вот аудиозаписи отправлялись на экспертизу. Только для одной цели. Потому что доказать, что это того голосчека или того нельзя было. И в криминальном суде это бы не сработало. Это был коммерческий суд, не криминальный. То есть где никому не грозило тюремное заключение. Так вот, экспертиза была в том, является ли эта запись действительно единой и непрерывной. То есть это что-то записывали или это нарезочка? Как вы думаете, фонд борьбы с коррупцией сделал такую экспертизу? Нет. Почему? Потому что у них даже записи нет, им ее никто не дал, эту запись. То есть эти, значит, короче, умные, блин, пинкертоны, поехали, еще раз говорю. Им звонит какой-то мутный чел вообще. Неизвестный. Они как-то вычисли, как его зовут, потому что он признался, что меня зовут так-то. Они проверили в интернете, что это какой-то там решало-бандит. Непонятно вообще. Но это они так рассказывают. И говорят, у меня вот есть скриншоты. Присылают скриншоты, что якобы там невзгоден кого-то кому-то заказал. Хорошо. Значит, говорят, у меня есть аудиозапись. Повторяю, да? Они летят к нему в Черногорию, и дальше они все это снимают и говорят, мы когда увидели этого человека из ФСБ, мы сразу поняли, что он приехал один. Вы кто? К вам человек из ФСБ приехал, и вы сразу поняли, что он приехал один. Мы записывали, а он не знал, что мы под столом записываем. То есть сидит с ними, типа офицер ФСБ, дает им послушать запись, и не догадывается, что они ее записывают. Правильно? Вы знаете, кроме всего прочего, когда я все это смотрел на Ютьюбе у них, там же реклама идет на Ютьюбе, и мне включилось, как будто они, вот Ютьюб как будто подгадал специально, включилась реклама искусственного интеллекта, что хотите, при помощи искусственного интеллекта мы поможем вам сгенерить любые картинки, любое аудио. То есть в наше время, когда можно слепить любую картинку, при помощи мимиджорни, там любые скриншоты тебе с варганем, при помощи других искусственных интеллектов, любые аудиозаписи, как настоящие. А у них, знаете, какое доказательство у ФБК, что вот Невзгин тоже употребляет такие выражения, ну вот те, которые в... не помню, какое выражение там, что вот такое же выражение употребляет Невзгин. Вы когда эти пранкеры слышали, кто такие пранкеры, они берут настоящую речь человека, нарезают на кусочки и собирают из него фейк. То есть это вообще детский сад. Сейчас любой школьник вам такое сделает. Значит, дальше. В этом же даже, кстати, в этой речи тоже забавно. В этой речи Невзгин, знаете, какие фразы говорит? О, отлично. То есть вот этот, который типа убийца, говорит ему фразу, а мы в Аргентине там замочим такого-то. Невзгин, ага, ага, да-да, окей, отлично. То есть он не говорит ни Аргентина, не убивает ни оружия, ничего. То есть нарезанные кусочки из речей Невзгин. Вот. Дальше смешно. Дальше этот чувак, который на них вышел, вот этот Решалы, вообще пропадает. То есть они его предъявить тоже не могут. Он говорит, ну он у нас был, но потом пропал. Дочь нам не отвечает. И типа это у вас расследование? Какой-то чувак вам позвонил, рассказал все эти сказки бабушке Насти, потом исчез, и вы все это подаете всерьез в эфир? Вот знаете, что было бы с западным журналистом любым за такое? Любой журналист-расследователь на Западе за такое просто остался бы без работы, и его бы не взяла ни одна больше газета и ни одно издание. Просто никогда. У тебя должны быть доказательства. Записи настоящие, а не запись-запись. Понимаете, должна быть запись, а не запись-записи-записи, сделанные в кафе под столом. Так не сработает. Это не сработает ни в полиции, ни в западных СМИ. То есть весь этот ФБК западным СМИ не стал, проводит расследование на уровне следствия, ведут колобки реально. И еще им, кстати, повезло, что у них денег не было. Вот я считаю. Потому что если бы у ФБК были деньги, им бы этот чел, ну этот мутный решал, продал бы еще эту запись. Тысяч за 300. А я думаю, кстати, вот если спросить сегодня у ФБК, сколько он просил за эту запись? 300, правда же? Скажите, честно? 300 штук просил. А вы пошли, небось, к спонсорам, пытались найти 300 штук, а вам не дали, поэтому чувак слился. Ну, блин, дети, ну дети вообще. Какой детский сад, какой ужас. Как стыдно, как стыдно. Знаете, просто подвести итог вот этого ролика расследования ФБК, хочется фразы из фильма «Мама, не горюй». Только сдается мне, что измену ты словил сегодня. Лютую. К чему я вообще все это рассказываю? Некоторые говорят, зачем вы вообще все это рассказываете? Ну, как же так-то? Зачем это нельзя все это рассказывать? Да потому что несколько причин. Несколько причин. Первое. Вот они задевают Невзлина. Слушайте, я не знаю, чего делал Невзлина, ничего не делал Невзлина. Но то, что сейчас уже репутация Невзлина будет этим испорчена, я вам говорю точно. Потому что залезаю на разные СМИ. Уже везде Невзлин заказал, не заказал и так далее. Вот вообще интересный нюанс. Вы знаете, есть такой канал «Популярная политика». Многие из вас, я думаю, видели такой канал на Ютьюбе. Он действительно популярный, поэтому называется «Популярная политика». Но содержит его кто? Фонд борьбы с коррупцией. Захожу на канал «Популярная политика» и знаете, как там видосы называются? Невзлин заказал Волкова. Невзлин заказал избиение Волкова. Невзлин там заказал отправку у Волкова ФСБ Российской Федерации. То есть они это подают уже как факт. Это уже не их расследование. На популярной политике журналисты получают зарплату из ФБК, поэтому они говорят, что им делать. Они тоже не журналисты, получается. И у них видос называется вот так. И это уже как будто бы становится фактом. Я давно не видел ничего такого отвратительного и такого страшного. Мне совершенно не важно в данной ситуации, кто на самом деле организовал нападение на Волкова. Сделать вот такое, это вне всяких представлений о какой-либо, как мне кажется, репутации. Одно меня утешает. Я вчера, когда смотрел у них на канале Алексея Навального вот эту всю историю, я увидел, что у них там 290 тысяч просмотров за 9 часов. 290 тысяч. Немало, много 290 тысяч. Но я посмотрел, за это время у меня за 7 часов было 180 тысяч просмотров на канале Штарьман. Так что, в принципе, мы постепенно становимся равновеликими. Постепенно, мне кажется, эти горе-журналисты, расследователи, горе-колобки уходят в прошлое, и мы сможем противостоять им, избегая вот этой полной чуши, которую они, как мне кажется, рассказывают. Еще раз подчеркну, мне совершенно не важно, что на самом деле, как обстояло дело. Мне кажется, что эти люди просто, ну, не могут себе, не должны позволять себе в Европе проводить подобного рода фейковые расследования. И что литовским следственным органам хорошо бы этим заняться. Я думаю, что они и так там сейчас займутся всем этим вопросом. Что-то так меня все это возмутило, выбесило, что я забыл даже выводы сделать из этой истории. Почему я вообще про нее рассказываю? Казалось бы, как она нас касается. Да так, вот российские оппозиционеры. На этой неделе Марат Гельман написал знаменитое письмо, что, мол, украинцы почему-то отказывают сотрудничать с российской оппозицией, что это большие риски. Ну, видите, в чем риски, да? Сотрудничать с российской оппозицией. Видите, в чем риски? Когда российская оппозиция, ну, ФБК – это один из лидеров российской оппозиции. Вместо того, чтобы воевать с Путиным, воюет с, не знаю, с 90-ми. Вот реально. Мне кажется, что прошлый фильм Марии Певчих – это война с 90-ми годами. А сейчас они же воюют с Невзлиным, представляя его олигарх 90-х. То есть, как бы, поэтому они воюют с Невзлиным, потому что он олигарх 90-х. Это снова война с 90-ми. Что-то было плохое у Марии Певчих в 90-х, я не знаю, она когда родилась, что вот настолько ей надо воевать с этими 90-ми, вместо того, чтобы воевать с сегодняшним Путиным. И, кстати, они упрекают Невзлина, знаете, в чем? Что он требует раскассировать Россию, как это называют Путин и Валерий Соловей. Вы поняли. Как называет это двойник Путина и настоящий Валерий Соловей. То есть, Невзлина требует разделить Россию на части. И это возмущает, когда они приводят как дополнительный аргумент, что раз он человек, который требует разделить Россию на части, всякого заказал Волкову молотком настучать по голове. Логично? Логично. Ну, вот меня возмутило это, но не только это. Давайте рубрика возмутила. Еще меня возмутило выступление кандидата в вице-президенты от Трампа, который дал интервью. Шоу Шона Райана. Значит, Джей Ди Вэнс рассказал о том, в чем оказывается верный план Трампа. То есть, Трамп не стал это рассказывать на дебатах. Давайте так мы подводим постепенно результаты дебатов от 10 сентября состоявшихся. Чего-то меня в апреле уже понесло, простите. И Джей Ди Вэнс сегодня добил. Сказал, ну, Трамп там не стал рассказывать планы, я вам расскажу. Говорит, я думаю, это должно быть выглядеть так. Значит, Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам. Мы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование. И, вероятно, оно выглядит, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Которая становится демилитаризованной зоной. Стоп. То есть, значит, Диджей Вэнс разбрасывается нашими территориями, кандидат вице-президента США. А может он Аляску лучше отдаст? Или какой он там губернатор, от чего он там? От Висконсина? Пусть он Висконсин отдаст. Почему он отдает Херсонск, область и Крым? Это он решил разбрасываться нашими территориями? Он прям такой хозяин мира? С приобретенным синдромом командиры. Дальше говорит. И это должна быть демилитаризованная зона, которая будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова. Стоп, стоп, стоп. Демилитаризованная зона – это где нет ни одних войск, ни других. На линии разграничения нет такой зоны. Это из чего он собрался делать еще и зону, где нет ни одних войск, ни других? Или это из Крыма будет демилитаризованная зона? Или из чего? Мог бы как бы пояснить, если бы он знал, что такое демилитаризованная зона. Но он не знает, что это. Дальше говорит. Украина в рамках мирного плана сохранит свою независимость в обмен на нейтралитет. Это означает, что Украина не вступит в НАТО и другие союзнические институты. Стоп, стоп, стоп. А что значит в обмен? В смысле сохранить независимость? Независимость у нас уже есть. Мы ее уже сохранили. Почему мы должны что-то отдавать в обмен? А главное, кому? Американцам? Или кому? Или русским? А почему мы должны русским что-то отдавать в обмен на нашу независимость? Это с каких пор? А Америка в обмен на свою независимость, что кому собирается отдавать? Ничего никому, правда? Ничего никому. А Украина будет в обмен на независимость? А Россия что в обмен? Не вступит куда? Выйдет УЗДКБ? Разоружится? Что? А Россия это в обмен? Вы же знаете, Нэнси Пелоси, кстати, рассказала. я вам на этой неделе докладывал в интервью к Зыгарю, что американцы не поддержали в свое время подписание договора в Стамбуле, потому что там в одностороннем порядке Украина брала на себя обязательство не вступать в НАТО и разоружиться, и уменьшить свою армию. Нелисипелосец сказал, здравствуйте, пожалуйста, а типа у России не будет уменьшать свою армию, не будет ограничивать себя? А что это Украина, лохушка что ли? А Джей Ди Вэнс думает, что да, лохушка, видимо. Дальше говорит, значит, да, говорит, Россия не должна была вторгаться в Украину, но у украинцев тоже есть много проблем с коррупцией. В смысле, какая связь вообще? Это я типа, вот правда, ну давайте, связь логическую найдем. Россия не должна была вторгаться в Украину, понимаю, не должна была, но у украинцев есть много проблем с коррупцией. То есть Россия что, вторглась в Украину, потому что у украинцев проблемы с коррупцией или что? Или давайте так, Россия вторглась в Украину, и за это мы, Россия, должны что там отдать территории, и не вступать в НАДО. Но у украинцев есть проблемы с коррупцией. А за это Россия что нам даст? Ну, у нас же проблемы с коррупцией. Пусть Россия нам отдаст за это Курская область, Брянская область, Санкт-Петербург пусть отдаст нам. Ну, за то, что у нас проблемы с коррупцией. Ну, просто вот если бы Джей Ди Венс мыслил логично, то было бы вот так. Но что-то похоже. Очень все плохо в их лагере. Ну, давайте честно говорить. Возмутительно совершенно слышать эти слова. Дальше говорит Джей Ди Венс. Есть много рисков для нас оставаться там и пытаться поощрять украинцев, удерживать Крым. Вопрос в том, сколько американских жизней это будет стоить. Если ответ будет больше нуля, то я умываю руки. Извините, пока ноль американских жизней это стоило. Как-то мы сами без вас справляемся. В оружии нам давайте. Но нет, говорит он, не надо показывать войну Украины против России как великую гуманитарную миссию нашего времени. А это да, великая гуманитарная миссия. Уничтожение России – это великая гуманитарная миссия. Каждый убитый русский солдат – это гуманизм, прямой гуманизм. Это спасение человеческих жизней по всему миру. И этого Джей Ди Венс не может понять. И, наконец, в финале он сказал, что Украина должна быть восстановлена за счет европейцев. В смысле? Россияне сломали и разрушили, а восстановлена должна быть за счет европейцев? А это его где учили такому? То есть раздавать чужое? Его, видимо, где-то научили в Америке, не знаю. Джей Ди Венса. А где его учили, что один сломал, а компенсацию выплачивает другой? Он не юрист, случайно, по образованию Джей Ди Венс? Я уже забыл. Там вроде юрист, нет? Поправьте меня, могу ошибаться. Но как бы юрист должен, наверное, знать, что компенсацию за разрушенное должен выплачивать тот, кто разрушил. То есть россияне. А уж точно не Европа. Ну ладно, это я, это мое возмущение. Но президент Зеленский, Украина тоже высказал на этой неделе возмущение совершенно другим мирным планам, а то опять развелось этих мирных планов. Он выразил возмущение мирным планам, так называемым китайско-бразильским мирным планам. Ну да, Китай и Бразилия вот ни в чем как-то, никогда ни в чем не сходились, ничего общего у них не было, но почему-то по миру в Украине у них новый мирный план. И Зеленский назвал эту мирную инициативу деструктивной. Значит, почему? Рассказываю. Рассказал, что предложение просто политического примирения с Россией не совсем, говорит, понятно. Примирение чего? Значит, просто сесть и поговорить с Путиным. Он же убийца. Он должен делать шаги, показывать, что он хочет окончание войны. Нельзя говорить просто, что мы должны делать шаги друг другу навстречу. Что за друг другу? Он зашел, убил людей, захватил территорию, а теперь Луна говорит, давайте пусть они поговорят. Вот я тоже считаю, ну это сейчас без Зеленского уже. Пусть Путин выйдет и зайдет как положено. В смысле, выйдет войсками и обратится с мирными инициативами. Тогда с ним можно разговаривать. Дальше говорит Зеленский. Если бы Лула, этот президент Бразилии, поддерживал нас, он помог бы остановить войну. И еще больше была бы поддержка такой большой страны, как Бразилия. У нас война с Россией. Вы поддерживаете войну или не поддерживаете войну? Если не поддержите, помогите нам остановить Россию. Какой компромисс? Просто отдать свою землю, забыть, что они убивают наших людей? В чем компромисс? Это просто неприемлемые вещи, поэтому я считаю, что это деструктивно. Китайско-бразильское предложение также деструктивно, сказал Зеленский. Я говорил Луле, говорит Зеленский, президент Бразилии. Мы передавали китайской стороне, давайте вместе садиться, вместе разговаривать. Мы вам не враги, вы нам не враги. А почему вы вдруг решили, что вы принимаете сторону России? Как можно предлагать, ничего нас не спросив? А Россия включается и говорит, что поддерживает китайско-бразильскую инициативу. Для чего этот театр, говорит, возмущенно Зеленский? То есть вы проговорили с Россией, вы, Бразилия и Китай, какую-то инициативу, выдвинули ее и говорите, давайте такую инициативу. Это точно не о справедливости, не о ценностях, точно без уважения к Украине, точно без уважения к территориальной целостности, о которой так много говорят, кстати, и Китай, и Китай. Бразилия. Вот так вот кипит наш разум возмущенный и в вечный бой вести готов. Завершая же тему состоявшихся дебатов в США между Харрис и Трампом, тем более того, как выяснилось, были последние дебаты, Трамп сказал, что на вторые дебаты он даже не пойдет, отчитываясь, что Камала Харрис, согласно опросу, который заказывал Reuters, увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки. Сейчас она выигрывает у Трампа в общеамериканских опросах 5%, 47% на 42% в пользу Камалы Харрис. Значит, при этом, согласно тому же опросу, те, кто слушали дебаты, 53% сказали, что победила Харрис, 24%, что победил Дональд Трамп. При этом, интересно, что на самом деле Камала Харрис, все, что удалось ей за счет этих дебатов, это увеличит отрыв, по-моему, на 1%. То есть, да, она опережала раньше на 4%, а теперь на 5%. Как и предсказывалось, дебаты – это не то, что определяет напрямую судьбу президентских выборов. Но я был обязан рассказать вам этот результат, просто, будучи возмущен планом кандидата в вице-президента от Трампа, вот пусть Трамп остановит своего этого кандидата в вице-президенты, тогда мы снова можем вернуться, как говорится, к Трампу. Да, а сейчас, ну, как-то все становится все более и более однозначно, по-моему, для жителей Украины, в плане того, кто из них наш человек в Вашингтоне. Ну, не могу я не похвастаться всем подписчикам канала Штельмана, особенно поблагодарить канадскую диаспору наших подписчиков. Если вы в Канаде, подписывайтесь, подписывайтесь прямо сейчас на канал Штельмана, впрочем, если не в Канаде тоже, потому что тогда вы будете принимать участие в наших акциях. Кстати, я же забыл сказать, я уже говорил однажды, завтра, стрим завтра, не послезавтра, а завтра, в 19.00 в субботу, стрим на канале Штельмана. Подпишитесь, вы тогда не пропустите этот самый стрим. Подпишитесь и не пропустите в 19.00 завтра. Удалось нам достичь большой победы. В прошлую пятницу я поднял шум вокруг канадского фильма «Русские на войне», который пропагандирует образ русского солдата, и который был показан в Венеции, а потом на фестивале в Торонто. И вот вчера все-таки победа. Все-таки, как-никак, не мы чем-то катанем добились мы снятия показа фильма «Русские на войне» с кинофестиваля Торонто. Первый раз они его показали, а дальше дальнейшие показы все отменены. Но при этом фестиваль в Торонто заявил, что они сняли фильм с показа, потому что есть значительная угроза операционной деятельности фестиваля и безопасности публики. То есть все-таки не потому, что этот фильм нацистский, не потому, что этот фильм снят с грубейшими нарушениями украинского законодательства, с попранием суверенитета Украины, а всего-навсего потому, что вы, дорогие друзья, смогли выйти там на протесты, и 200 мирных протестующих создали угрозу зрителям кинофестиваля в Торонто. И они сняли этот фильм с показа. Ну хорошо, пусть так. Вы знаете, если россияне уйдут с нашей земли не потому, что они посчитают, что они неправильно сделали, что ее оккупировали, а потому, что почувствуют угрозу, то их х***ли с ними, с россиянами, правда же? Мне лично так кажется. Если мы добились за счет каких-то угроз того, что не показывается больше этот пропагандистский фильм в Канаде, ну значит так, пусть так будет. Наш консул выразил недовольство, что не решились они на правильные формулировки Торонто. Да пусть так. Победили и победили. Победа не пахнет. Нам нужна победа в войне с Россией, которая тоже не будет ничем пахнуть. Нам все равно, каким способом мы их победим. Любым способом нам нужно их победить. Нам нужна просто победа. А не чтобы они признали свое поражение, или признали свою вину, или раскаялись. Мы уже раскаяние вон от ФБК послушали. Но дальше нужно не дать им, не дать отползти теперь далеко всем этим ребятам, мне кажется. Вот посмотрите, как ведет себя Россия, и что должны делать мы. МВД Российской Федерации объявило в розыск семерых иностранных журналистов, которые обвиняются в том, что незаконно пересекли границы России, проводя репортажи из Курской области. Они ездили в суджу. Это в розыск были объявлены корреспондент американского канала CNN Ник Пейтон Уэлш, журналисты Тринянского канала Стефани Батистини и Симони Трайни, сотрудник немецкого издания Deutsche Welle Николас Симон Каноли, а также украинские журналистки Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик. Против всех журналистов ФСБ ранее возбудило уголовные дела о незаконном пересечении границы. А мы где? А где наши службы безопасности? А где СБУ? А где прокуратура Украины? А где уголовные дела против российских журналистов, пересекающих незаконно границу Украины? Где уголовное дело против Анастасии Трофимовой, авторки фильма «Русские на войне?» Ну вот, было бы логично, было бы логично, она же пересекла эту границу. Абсолютно симметричная мера. Вот россияне это знают, а мы почему-то боимся. Непонятно почему. А где против Александра Минкина уголовное дело? Российского журналиста, который там... Вот он даже интервью берет, приличное издание, я имею в виду, настоящее. А он ездил в Мариуполь, сам на машину сел, поехал в Мариуполь, на оккупированную территорию приехал. Он, кстати, сказал, я буду готов, если на украинцах будут ко мне претензии. Только эти претензии должны быть уголовными делами, конкретно правом, правовыми претензиями. Не моральными, не морализаторством, ай-яй-яй, какой нехороший Минкин. А вот же, вот же состав преступления-то налицо. Где уголовное дело против Евгения Миронова, против всех остальных, которые посетили оккупированные территории? Где он? По-другому мы должны каждый раз вручную останавливать Торонто кинофестиваль? Не только против Владимира Познера не надо заводить уголовное дело. Только что, пока я уже записывал этот ролик, я ведь начал с Познера, выяснил, что Владимир Познер это один из мэтров российской журналистики, один из мэтров российского телевидения, человек, жизненный путь которого отмечен очень большими достижениями в его очень сложном ремесле. И в то же время это человек с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией. Это сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вот такой некролог Познеру будет выбит на его могильный полите. Песня 5.13. Выпуск надо завершать ужасом. Я думал сначала завершить падением Гундяева. Гундяев, став почетным доктором на этой неделе Петербургского университета, развив работу в области искусственного интеллекта, все-таки упал, прямо на праздновании вместе с Путиным чего-то там в Санкт-Петербурге. Но про него можем сказать только певец Кобзон упал со стула на пол и х** с ним нам споет Дип Паппел. Нет Гундяева и черт бы с ним. Прикинулся мертвым. Ладно. Это не настоящий хоррор. Настоящий хоррор я вам прочитаю сейчас. Без шуток. Письмо. Рассказ девочки. Вот это настоящая пятница. 13. Мне сегодня исполнилось три года. Я родилась прямо перед войной. Я родилась в Северодонецке. Я могла родиться в любом городе Украины, но я родилась в городе, где мои мама и папа посадили деревья в парке и повесили памятные таблички, чтобы потом привезти меня в этот парк. Я родилась в сентябре 2021 года. Врачи сказали, что у меня проблемы с сердцем и мне нельзя плакать. Но меня окружили такой любовью, что мне было не до слез. Моя американская бабушка называла меня счастливым младенцем, который никогда не плачет. У меня было все, что нужно для ребенка. Теплый, уютный дом, любящие родители и даже погремушка с моим именем. Ну что еще нужно для счастья пятимесячной девочке? Но однажды ночью я проснулась от страха. Нет, это не мне было страшно, это был страх моей мамы, это было новое, неизвестное чувство. Меня почему-то переложили из уютной кроватки с веселой музыкальной каруселькой в крошечную коляску в таком же крошечном темном коридорчике. Рядом на полу сидели мама с папой, еще была плитка и сумка с моими вещичками. Все окна в квартире завесили одеялами и матрасами. Неделю мы так жили, боялись, надеялись и ждали, ждали, когда все закончится. Надеялись, что все закончится и не знали, что делать. Рано утром, в первый день моей весны, мы наконец-то вышли из дома. Но не на прогулку, как раньше, мы бежали на вокзал, потому что появилась надежда, что из города пойдет эшелон на эвакуацию. Мы провели девять часов в темном и холодном бомбоубежище, пока железнодорожники проверяли безопасность путей. Путь, который в мирное время занял бы 4-5 часов, оказался долгим и мучительным. Мне было страшно в темном подъезде, полном чужих незнакомых людей и плачущих детей, но страшнее всего были звуки взрывов. Я до сих пор боюсь шума и темноты. Но мы все-таки добрались до западной границы Украины и нашлись добрые люди, которые встретили нас и приютили у себя дома. Мы там прожили целую неделю, там мне исполнилось полгода. А мама и папа оказались на перепуте. Рядом была граница с Румынией, Словакией и Венгрией. Куда дальше? Ехать с младенцем на руках в неизвестности было страшно. И нас позвала к себе в Германию старая подруга семьи. Мы прожили там три месяца при монастыре, нам помогали добрые люди на всем пути. А в это время наш город освобождали от меня и других детей. Бомбили и грабили наши дома. А когда у меня резался первый зуб, мы летели в самолете к моим американским бабушке и дедушке. Я здесь живу больше двух лет. Теперь у меня есть новый дом. Мама, папа, дед, дядя, две бабушки, одна прабабушка. У меня есть старшая сестра в Украине, которую я видела только на папином телефоне. Мне сегодня исполнилось три года. Я проехала полмира и поменяла три страны. У меня есть новый дом. Мой родной дом и мой город разбомбили два года назад. Я родилась в Северодонецке перед войной. Вот это пятница-тринадцатая.